Искусство или вандализм? Власти Ялты планируют выделить место для авторов граффити. И об этом мы поговорим с нашими коллегами. Олеся Глушко на связи со студией. Доброе утро, Олеся! Расскажите, пожалуйста, где будут расположены зоны для рисования? Доброе утро, Антонина, Александр. Ялта город у нас очень творческий, всех приветствуем. И сегодня у нас в гостях Владислав Подопригора, художник. И с Владиславом мы поговорим о том, как развивается граффити в Ялте. Расскажите, где вы рисуете? На данный момент, когда разрешенной площадки нет, раньше каждый год проводился такой фестиваль, как Ялта Summer Jam. Но гости, когда приезжали, оставляли с собой помимо места под фестиваль еще по пути кита, акты модализма. Но это власти не понравилось и рисовальную часть фестиваля прекратили. Сейчас остались только различные заброшки, недостроенные здания, где и гости, и местные художники могут как-то самореализовываться. Вообще есть такая практика в больших городах, когда берутся какие-то заброшенные здания, заводы и так далее. Из них делается арт-пространство, арт-выставка. Есть такая вещь, как эффект Бильбао, когда в индустриальном каком-то городе заброшенном делается арт-объект, и город потихоньку преображается. Потому что идет поток туристов, там, где туристы, появляется бизнес, появляются деньги, город начинает развиваться и жить. А Ялта вообще к такой вот направленности очень склонна, так как вы сказали, Ялта действительно очень творческий город. Сюда приезжает очень много творческих людей со всего мира, можно сказать. Здесь творили величайшие музыканты, художники, писатели. Буквально вот возле моего дома жил Лев Николаевич Толстой. То есть Ялта действительно в этом плане удивительное место. И хотелось бы, конечно, чтобы была какая-то единая площадка, где художника можно было реализовываться уже более-менее легально. Влад, а где вы сейчас рисуете? Как я сказал, это либо заброшенные здания, либо это уже какие-то коммерческие заказы. Ну, где частная собственность. То есть пока нету так, чтобы ты рисовал легально, но при этом и мог что-то качественное сделать. То есть почему большинство людей видят граффити как нечто некачественное работа? Потому что легально их сделать довольно тяжело, так как нужно пройти все инстанции для разрешения. Это проблематично. То есть какого-то механизма нет. Это толка процедура? Это какого-то механизма нет. Вот, допустим, мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Добро мира волонтера Крыма». Они нам помогают в этом. И мы в Симферополе делаем уже не первый год такие проекты, допустим, как «Арт-переход» и «Галерея под небом». В конце марта как раз мы будем делать еще одну типовую станцию в виде Айвазовского, которая многим крымчанам уже известна. Сейчас горожане могут выбрать один из четырех эскизов, так что это в руках горожан. То есть сами горожане голосуют за проекты, вы представили несколько проектов? Да, 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 верно. Вот тебя называют Айвазовским с баллончиком. Расскажи, почему? Два года назад. Начну сначала. Как-то придуман такой проект, как «Галерея под небом». У меня появилась идея. Люди не ходят по музеям, почти все. Ну, то есть если вы зададите себе вопрос, когда я был в художественном музее, скорее всего, это было очень давно. Скорее всего, в другом городе, как турист, но явно не в своем. Хотя в вашем городе явно есть музей. Но люди ходят по улицам, где много неприглядных стен, различных завешанных рекламбой, какими-то надписями непонятными, некрасивыми. И подумал, почему бы не решить эту проблему, как-то внести культуру в массы. У нас есть много наших художников. Я подумал, почему бы не сделать масштабные копии на стены. Начали с Айвазовского, но так как-то получилось. Люди начали требовать именно его. Мы с него и начали, планировали несколько художников. И сделали несколько больших копий Айвазовского. Это стало мемом. Под таким вопросом чаще всего. Айвазовский с баллончиком – это искусство или вандализм? И как-то это разошлось? Это очень интересная тема про искусство и вандализм. Очень глубокая и философская. Мы поговорим об этом с тобой, обязательно, в следующий раз. Наше утро подошло к концу. Коллеги, передаю вам слово из нашего творческого города Ялта. Спасибо большое вам. Желаем вам только хороших новостей. Желаем вам отличного настроения. Напоминаем, на связи была Олеся Глушко и город Ялта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова